Дмитрий Ильинский Меня зовут Даниил Владимирович Мусатов, я работаю на кафедре дискретной математики, а кроме того я закончил российскую экономическую школу, несколько лет там работал, так что я что-то знаю про экономические модели и в том числе про теоретико-игровые модели. Вот, ну, примерно такая же история у Дмитрия Ильинского, он, правда, РЭШ не закончил, но он там преподавал некоторое время. Вот, значит, это уже второй раз, когда мы такой большой спецкурс читаем, да, то есть у нас есть курсы для нашей кафедры, которые такие довольно продвинутые, довольно математические, вот, а спецкурс для всех мы стараемся делать таким более веселым, что ли, да, в общем, меньше теоремы. Больше примеров. Вот, значит, мне можно писать по электронной почте вот такой вот. Вот, еще у нас есть чат в Телеграме, где, наверное, многие из вас уже есть. Вот, если нет, то попросите соседа вас добавить или мне, напишите, я добавлю. Вот, значит, в отличие от прошлого года, когда это был курс семестровой и назывался сюжет из теории игр, сейчас он будет годовой. И первая часть называется концепция теории игр, а вторая по-прежнему сюжет из теории игр. Вот, значит, и идея такая, что в первой части мы изучаем вот разные концепции, концепции равновесий. Да, то есть глобальная задача теории игр такая, что вот даны некоторые правила игры, и нужно предсказать, что будет. Да, то есть вот какие-то агенты играют в игру, и нужно предсказать, что будет. Вот, и для того, чтобы предсказывать, нужна некоторая модель поведения, да, то есть нужно представлять, да, что делают другие, да, и представлять, в каком-то смысле правильно. Вот, ну и, значит, мы в разных контекстах посмотрим на разные ситуации взаимодействия. И, соответственно, сделаем некоторые выводы. Значит, в целом большой вопрос, насколько вообще вся эта теория годится для предсказаний на практике. Это очень большая дискуссия про это идет, но, возможно, мы ее тоже затронем. Вот, хорошо, а кто год назад, полгода назад ходил на курс? Много вас таких? А, как раз не очень много. Да, это хорошо. Значит, ну, на самом деле пересечения мало будет. То есть буквально там на 2-3 лекции, то есть пересечения на того курса, который в прошлом году был, с тем, что будет вот в этом семестре. Вот, а второй семестр будет больше походить, но тоже там процентом 50 будет такой же, а на 50 что-нибудь другое. Вот, хорошо. Так, ну давайте я какой-нибудь один... Да, вот люди еще подходят. Так что давайте прямо еще игру не начинать, обещанную. Да, я сначала одну историю расскажу, а потом уже проведем игру. Вот, значит, история вообще довольно широко известная не только в экономических кругах, и не только в теоретически-игровых, не только в математических, не только в экономических кругах, а вообще в широких, да, там, в психологических, там, еще разных. Значит, эта история называется «Дилемма заключенного». Кто про нее слышал? Ага, многие слышали, да, хорошо. Вот, ну обычно про нее рассказывают в таких терминах, что двух преступников поймали, развели по разным камерам, да, и пытаются сделать так, чтобы они, соответственно, друг про друга рассказали. Но давайте я расскажу в более оптимистичном ключе, на что, по сути, все то же самое, но ситуация более оптимистичная. Значит, история такая, например, вызывает министр науки и образования ректоров двух ведущих вузов. Да, можете подставить два ваших любимых вуза. Ну окей, но можете, например, там, во многих городах, может быть, два вуза, там, какой-нибудь университет и какой-нибудь технический институт. Да, вот они часто друг с другом как-то соперничают. Или могут быть два города, типа, там, Новосибирск и Красноярск, да, и вызывают, соответственно, двух у них ректоров из этих городов. Вот, в общем, можете подставить, что хотите. Значит, и каждому ректору говорят, мы вот решили выделить денег на научные исследования. Но вот мы такой странный механизм придумали, что вот вы решаете, вы вот ректор первого вуза, решаете, либо мы в министерстве дадим миллион вашему вузу, да, там, миллион условных единиц, либо два миллиона условных единиц вот к тому другому вузу. Вот, но к тому ректору мы пришли с тем же самым предложением. И он тоже либо возьмет себе миллион, либо даст вам уже два миллиона. Вот, и, соответственно, каждый из них сталкивается с дилеммой. Либо взять себе единичку, либо, соответственно, дать другому двойку. Значит, либо взять себе единичку, либо дать другому двойку. И возникает четыре варианта, да, значит, четыре варианта, что может в итоге произойти. Значит, если каждый из них повел себя эгоистично и взял по миллиону себе, то у каждого из них миллион. А вот если каждый из них повел себя щедро и дал два миллиона другому, то у каждого из них два миллиона. И это же гораздо лучше, чем когда у каждого один. Да, можно в два раза больше профессоров нанять, там, и так далее. Вот, но зато, если один из них щедрый, а другой эгоистичный, да, первый взял единичку, а второй отдал двойку. То тогда у первого аж три, а вот у второго ноль. Ну и наоборот, если первый щедрый, а второй эгоистичный, то у первого ноль, а у второго целых три. Вот, ну вот вопрос, что делать в такой ситуации? Да, ну в общем, конечно, разные точки зрения возможны. Это неизвестно, но как бы на нейтральном цветном, кто-то дает два миллиона. Ну в вузах, наверное, каждая отдаст по два миллиона, хотя бы потому, что в науку пойдет четыре миллиона семян. А-а-а. А ресторан они будут в Дорогу искать. Понятно. Хорошо, в общем, вопрос возникает такой, да, как бы ответ на вопрос, что будет, зависит от того, что мы про них предполагаем. Да, то есть нужна какая-то модель поведения. Да, вот то, что вы говорите, да, что в суммарном науку пойдет больше, это означает, что на самом деле они оба заинтересованы в сумме. Да, конечно, если они оба заинтересованы в сумме, тогда, конечно, лучше вот в этот, да, тогда, но тогда это не задача теории игр, тогда это задача оптимизации. А задача теории игр, это будут ли они совместно решать задачу оптимизации. Вот, с другой стороны, если не наоборот совсем эгоистичное, думаю только о своем, да, там, о благополучии своего вуза, да, ничего вокруг не видят. Вот, и также они не думают о возможных будущих взаимодействиях. Например, министр каждому из них не сказал, кто другой. Да, то есть министр каждому не сказал, что вы вот с кем-то еще в такую игру играете, но я вам не скажу с кем. Да, я никому из них не сказал. Вот, то тогда о чем они думают? Ну, как бы, если не взять один, да, то это рискованно, да. Ну, в любом случае, если взять один, то получу один, а если дам два, то я сам-то ничего не получу с этого. Да, вот, единица больше, чем ноль, и тройка больше, чем двойка. То есть, что это означает? Да, это означает, что, чтобы не делал второй, да, вот, что делает второй, влияет на то, в каком столбце мы находимся. Но и в этом столбце получается взять один лучше, чем дать два. И в этом столбце взять единичку лучше, чем дать двоечку. Вот, в общем, что бы ни делал второй, первому, с точки зрения узкой такой выгоды, выгоднее взять миллион себе, чем отдать два другому. Но и наоборот. Да, значит, с точки зрения узкой выгоды второго, что бы ни делал первый, да, первый столбец будет лучше, чем второй столбец. Вот, про это говорят, что задача взять единичку, это не задача, извините, а стратегия, да, действие взять единичку, это доминирующая стратегия. Значит, доминирующая стратегия. Да, то есть, что бы ни делал другой, да, взять единичку лучше, чем дать двоечку. Ну, и тогда, как бы, если здесь никаких внешних влияний нету, да, либо каких-то внешних соображений, которые на самом деле меняют матрицу, которая здесь стоит. Да, то есть, вот то, что вы говорите, что не заботятся об общем благосостоянии, это на самом деле влияет вот на эти числа, что они на самом деле не эти числа сравнивают, а с какими-то другими весами там и так далее. Вот, если нет повторяющегося взаимодействия, то есть они не могут отомстить или наоборот как-то заранее договориться, вот, то тогда, скорее всего, доминирующая стратегия будет применена. Вот, это такой печальный эффект, ровно потому, что из-за вот такого децентрализованного принятия решений получается, что нет оптимума, да, они не достигают оптимума. И вообще-то часто случающаяся история, это еще называется проблема безбилетника, да, вот почему нужны контролеры, да, и турникеты, да, казалось бы, они только отнимают, да, контролеры как бы сами никого продукта не создают, да, они только контролируют, что средства перетекают, да, могли бы там где-то работать, какие-то там новые товары создавать и так далее. Да, вот, но получается, что если контролеров нету, и это достаточно долго происходит, то многие перестают платить за билет, да, потому что тогда стратегия не платить становится доминирующей, да, тогда как бы исход тот же самый, да, значит, тоже доехали, да, но не заплатили денег, да, соответственно, эти деньги сэкономили. Вот, и чтобы без контролеров обойтись, нужны, например, какие-то долгосрочные соображения, да, что если никто не будет платить за билет достаточно долго, то тогда весь транспорт развалится, перестанет ходить, потому что, соответственно, никак нельзя будет собрать. Вот, но нужны не только такие соображения, но еще и то, что они как-то влияют, да, потому что если никто не платит за билет, то как-то странно начать платить, да, потому что тогда это ни на что в целом не повлияет, да, но зато потеряете деньги. Вот, соответственно, вот приходится идти на всякие ухищрения, да, значит, тратить общественные средства, да, на контролеров, на турникета, чтобы это все работало. И это вот как раз пример отсюда. Так, ну что, видимо, все пришли, кто хотел. Значит, сейчас играем в игру. Значит, я уже посылал фотографию. Значит, в игру будет разыграна вот такая вот шоколадка. Я могу в камеру показать, она со смыслом. Значит, тут вот такие фламинго нарисованы, и среди них там некоторые высокие, а некоторые пониже. Вот, сейчас из описания игры будет понятно, почему так. Так, вот, значит, игра называется «Гарвард», потому что ее в Гарварде придумали. Вот, а также у нее есть более длинное название, значит, которое раскрывает правила, да, в одной фразе. Да, значит, она же называется, угадай, половину среднего. Вот, значит, правила такие. Значит, каждый из вас, не глядя к другим, да, не подглядывая, значит, пока еще ничего не делайте, да, послушайте правила сначала. Значит, каждый из вас напишет на бумажке число от 0 до 100, да, то есть каждый напишите x и t, натуральное число от 0 до 100. Значит, вот 101 вариант, да, 101 вариант у каждого, какой число написать. Значит, дальше мы посчитаем среднее. Значит, x среднее, это будет, понятно, x1 плюс x2 плюс и так далее, плюс, там, сколько у вас участников, около 40. Значит, соответственно, поделить на n. Значит, а победит, значит, победитель, это тот или та, у кого минимальная разница, минимальная разница между x и t, тем числом, который написан на бумажке, и половиной среднего. Вот, но если таких будет несколько, то поделить шоколадку между собой. Понятно ли правило? Да, если не будет больше, чем кусочком шоколадки. Ну, слушайте, тут массы нету, 100 грамм. По 2,5 грамма на каждого уж получится. Вот, да, ну, в общем, можно начинать размышлять, но не слишком долго. Да, должна быть минимальная разница между числом и половиной среднего. Да, значит, не надо сговариваться, не надо обсуждать друг с другом, не нужно подглядывать. Давайте все по-честному. Значит, вот Михаил Григорьев поможет собрать бумажки. Если написали, то можете сдавать. Ну, наверное, лучше подписать, чтобы потом можно было понять, кому давать шоколадку. Вот, конечно, всё хорошо. Спасибо. дать я могу с этой половины тоже пособирать но по правилам любое да нет так ехать еще хочет знать так ну можно и выписывать будем все выписывать на доску давайте так вы диктуете а кто еще считаете сумму параллельно это неспроста 21 раз года чего а 7 2 раза теперь 10 вот тут написано сам популярный что я осень тоже 8 1 23 19 18 23 4 5 1 а сколько чисел вы не сдали 3 наших числа это в каком смысле скажите, какие 20 и 10 это подстава, можно не считывать их да, нет, давайте все-таки по бумажкам а вы сдали бумажки? да так, я тут не совсем ровно писал в первой строчке 12 чисел тут еще 18 36 чисел на доске так да, бумажки все записаны что где-то еще потерялись что ли а может на одной бумажке несколько чисел не было такой тогда я не знаю это мошенничество какой так, ты чё там? ага, в общем восьмерка победила да 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 так, ведем восьмерка да там большой такой лиц нет, нет, нет 8 спецпик Все, поздравляю. Так, ну давайте обсудим, что здесь произошло. Во-первых, вот тут очень много чисел 25 и еще немножко вокруг. Вот тут 27, 23. Вот почему так получилось, да? О чем думали те люди, которые писали 25? Очень больше писали, никто писали не будет. 25 — это матожные дальние числа. Вот, значит, тем больше человек играет, то и будет меньше числа. Это правда, да. Не, ну я бы сказал, что 25 возникает вот из какого соображения, что ну вот там все остальные будут писать что-нибудь случайное. Тогда в среднем будет 50. Ну а тогда в среднем пополам будет 25. Ну на самом деле же никто не будет писать 50. Вот все так подумают, и поэтому отцепь 12 очевидно. Да, вот тут тоже есть вот 14, 12, 15, 12, тоже как бы следующее. Да, вот, наверное, тот человек, который написал 0, он очень высокое мнение о интеллекте всех остальных в аудитории, или она, и думает, что вот все сразу поймут, что больше чем 50 писать не нужно. Да, вообще в любом случае, да, даже если все напишут 100, то среднее будет не больше 50. Вот, поэтому больше 50 писать вообще невыгодно. Что в любом случае, вот это вот среднее пополам будет не больше 50, и если вы напишите 50 вместо чего-то большего, чем 50, то, соответственно, вы окажетесь заведомо ближе. Вот, не факт, что вы играете, но уж точно хуже не будет. Вот, это называется, что все стратегии больше 50, это слабо доминируемые стратегии. Да, вот тут есть доминирующая, да, которая лучше всех, а есть доминируемая, которая хуже какой-то. Да, значит, а слабо доминируемая, значит, что она не лучше. Вот, значит, поэтому все, что больше 50, это не лучше, чем 50. И действительно, тут больше, чем 50, всего одно, да, всего одно число, 51. Что? Ну, еще две словки, которые вы потеряли. Да, в общем, но следующая идея должна быть такая, что если все остальные в аудитории тоже это придумали, то все остальные в аудитории тоже не будут писать больше, чем 50. А тогда среднее станет не больше, чем 25. Среднее, да, среднее пополам. Значит, среднее пополам станет не больше, чем 25. А тогда 25 получается лучше, чем все больше. Да, тоже 25 заветно будет ближе к среднему пополам, чем все больше. Но если опять же все в аудитории это придумали, то тогда никто не напишет больше, чем 25. А тогда, соответственно, среднее пополам будет не больше, чем 12,5. Ну, и тогда там, скажем, 13 будет ближе, чем к среднему пополам, чем все следующее. Ну, и вот если еще несколько раз так сделать, то все просто придется к нулю. То есть получается, что если все достаточно много подумают, значит, как это выиграть, то тогда просто все напишут 0, и надо будет делить шоколадку на всех. Здравствуйте. Тут теория игр. А Гастников 907, если вам нужно. Это? Игры нужны, да? Так. Хорошо. Вообще это называется решение по итеративному доминированию. Но вовсе не всегда, значит, вовсе не всегда можно вот такими рассуждениями прийти прямо к какому-то определенному ответу. Значит, даже если все остальные в аудитории тоже их проводят, значит, все равно какого-то определенного ответа не получается. И, значит, давайте я расскажу про следующую игру. Значит, которая называется «Лимбо». Значит, призом в ней служит другая шоколадка. Значит, тут тоже картинка со смыслом. Значит, тут вот два кусочка шоколадки, три голубики и еще ежевика и малина нарисованные. Вот. Соответственно, тут шоколадка и голубика повторяются, а ежевика и малина не повторяются. Вот. И вот нужно написать что-то, что не повторяется, но среди всех таких вещей написать наименьшее. То есть, опять же, если в одной фразе сформулировать правила, то правила такие. Значит, напиши наименьшее число, наименьшее число, не написанное больше никем. Вот. И числа, давайте тоже договоримся, что с нуля будут начинаться, но уже верхней границы не будет. Здесь верхняя граница не нужна. Значит, 0, 1, 2, 3 и так далее. Они натуральные, да? Натуральные, да, натуральные. Вот. Значит, если каждое число будет написано хотя бы два раза, то победителя не будет. И шоколадка не достанется никому. Да, давайте писать и сдавать, но на доску я к себе не буду выписывать, а узнаем, победить немножко другим способом. Но лучше давайте напишем и сдадим. вы это напишите и запомните, что вы написали. Так, значит, ну пока меньше сортирует, давайте попробуем выбить победителя вот так вот. Значит, кто написал, например, 15 или больше? есть такие? А, довольно много. Так, ну давайте называть то, что написали. Может, может быть, кто написал один, кто написал два, а один. так неинтересно. Сейчас, не, ну надо понять, что хоть какой-то победитель точно есть. Так, вот сейчас те, кто больше 15, что написали? Говори. Да, 19. Так, сколько еще 17 было? 18. 19. Ага. Это мужик 1 0 что ли? Так, 18 больше никто не написал, да? Так, кто написал 17? Никто не написал. Кто написал 16? Никто не написал. Кто написал 15? 12. Кто же никто не написал? Кто написал 14? Ага, 14 текущий претендент на победу. Кто написал 13? Ага, 13 претендент на победу. Кто написал 12? Никто не написал. Кто написал 11? Никто не написал. Кто написал 10? Сократились. кто написал 9 сократились так там стал 8 двое вроде да 8 сократилось кто писал 7 так но сократились танцов 6 1 6 а там 6 или 9 есть две шестерки григорьева саша и мариев актер там есть буквы ориентации а шестерки 2 значит да не сознаете так то стал пятерку сократились то стал четверку тоже сократились красава тройку сократились кто-то стал двойку сократились там стал единичку сократились консал 0 так да тоже сократились так а что у нас там было-то в 12 что ли или сколько не подписано но брать полдеть так он стал 10 говорят все 13 точно было но так 13 до 13 был 12 или нет так это 14 у нас есть 13 12 ни у кого не было 11 ни у кого не было так вот значит победитель 13 иванов поздравляю а сегодня 13 да так а теперь вот такой вот вопрос а кто-нибудь из вас жалеет о сделанном выборе уже когда вы все знаете да во второй наверное 100 очень большое число но как повезет так что у нас произошло у нас было две десятки 11 12 не было и победил 13 кто-то не жалеет о сделанном выборе но то есть иначе говоря кто-то может сказать сказать что при другом выборе можно было бы выиграть когда вы уже все знаете вот совершенно верно да у нас возник промежуток да у нас возник промежуток что у нас не было на что у нас там было две десятки которые сократились вот а потом был промежуток и потом 13 выиграла и после 13 было еще что-то вот и соответственно там я даже увидел 512 написал вот соответственно если написать там сто или 512 то тогда можно перескочить вот сюда вот можно было написать 11 вместо этого значит до 10 то вроде все сокращались до девятки были до следующего все сокращались вот в общем те кто назвал больше чем победитель или те кто назвал какое-то число например 0 было вроде 3 или 4 да да соответственно с этого 0 тоже можно перепрыгнуть сюда да вот с десятки нельзя сюда перепрыгнуть почему потому что их две demişки если вы перепрыгнете сюда то тогда вы игры сене вы а той кто остался на десятке нет то есть тут те кто выбрал десятку могут поменять победителя но не могут стать победителем сами а вот если поменять вот так вот значит тогда вы сталоys победителем Поэтому если вы заранее знаете, кто что напишет, и что будет вот такой вот разрывчик, то тогда, соответственно, можно вот таким образом выиграть. Значит, соответственно, ситуация, когда такого не происходит, называется равновесие. Значит, равновесие — это ситуация, когда никто не хочет поменять исход. Значит, называется равновесие Нэша. Значит, равновесия Нэша — это ситуация, когда каждый игрок, значит, каждый игрок, даже зная поведение остальных, не хочет поменять свой собственный выбор. Зная поведение остальных, не хочет изменить решение. Вот, соответственно, то, что мы сейчас сыграли, не было равновесием Нэша. Значит, были участники, которые хотели изменить свой ход постфактум, узнав, что сделали остальные. Вот, но, собственно, в первой тоже это не было равновесием, потому что, по крайней мере, если там кто-нибудь вместо своего хода назвал бы 8, то он бы вошел в список победителей. Ну, тут, наверное, почти наверняка, потому что тут разброс от 51 до 8 — это 40, соответственно, на единичку бы сдвинул, а девятки тут нету в списке. Там 8 с чем-то было, да. Ну, сейчас, подождите, если уменьшить, подождите, если уменьшить, то средний уменьшится. Да, и будет, наоборот, ближе к 8. Или чуть-чуть меньше 8. А увеличить сильно нельзя. Как бы встав, даже если с нуля поднять на 8, то, может быть, к 9 станет ближе, но здесь девятки нету. В общем, короче говоря, в первой игре можно войти в список победителей, если изменить, поэтому там вообще единственное равновесие — это ситуация, когда все 0 назвали. Значит, если не все назвали 0 в первой игре, то тогда кто-то может изменить свой ход, а, скорее всего, почти все могут изменить свой ход так, чтобы войти в список победителей. Если все назовут одно и то, то тоже будет? Нет, смотрите, вот... Он не сможет сказать победителям, он в свою сторону так сильно не изменит. Сейчас, нет, нет, смотрите, пусть все назвали 50. Тогда средний 50, а средний пополам 25. А если вместо 50 назвать 49, да, не средний, а средний пополам. Если вместо 50 назвать 49, то станете ближе к среднему пополам. Даже если все единицы назовут, то средний пополам будет 1, 2, и все поровну. А если одну изменить на 0, то средний пополам будет немножко меньше, чем 1, 2. И 0 сразу станет единоличным победителем. Вот, поэтому нет, здесь все четко. Здесь единственное равновесие, это когда все нули. Вот, а во второй игре равновесий очень много. Да, тем не менее, мы ни в одно из них не попали. Да, вот, а можете описать ситуацию, когда никто не хочет поменять? Ну, например, да, это одна из ситуаций. А может ли ничья быть равновесием? Да, если четное количество развелись по парам, и еще выстрелились подряд. Надо ведь без пробелов. Потому что если есть пробел, тогда можно уйти назад. Если пробелов нет, то только вперед, тогда выиграет другой. Ну, на самом деле, если пробелов нету до победителя, то тогда это будет равновесие в любом случае, даже если они там не по парам. Даже если там по тройкам, четверкам и так далее. Вот, а еще есть один случай, когда идут по парам без пробелов, и еще один победитель после пробела. Потому что тогда тоже получаешь, что победителю неважно, а все остальные, если перескочат, то как раз тот, кто остался, станет победителем. А как сменится равновесие, если добавить какую-нибудь очень маленькую нагаду, если ты не выиграл, как раз нагадить ближнюю? То есть это заставило подвигать им не в свое решение? Сейчас, смотрите. Когда вы так рассуждаете, то уже возникает какая-то динамика. То есть когда вы просто пишете число на бумажке, то нет никакой ситуации изменения решения. Это возникает только если выжигать какая-то динамика, что уже что-то случилось, потом вы можете там что-то изменить. Вот. Либо можно прямо сразу выигрыш заносить там с каким-то коэффициентом какие-то соображения с другими. Наш тип ваш выигрыш – это ваш денежный выигрыш, там минус с каким-то коэффициентом выигрыш всех остальных. Или наоборот плюс с каким-то коэффициентом. Да, это ситуация типа альтруизма или типа зависти. Вот, хорошо. Так, ну давайте. Чем-нибудь еще я красивенькое такое расскажу. Значит, тут все-таки такая ситуация, когда равновесие есть. А может быть ситуация, когда равновесия нет. И некоторые трансляции подобных ситуаций вызывают большой зрительский интерес. Понимаете ли вы, на что я намекаю? Какие-нибудь спортивные матчи. Например, футбол, где пробивает пенальти. Значит, вообще футбол довольно сложная игра. Но момент пенальти не очень сложный. А если, как бы, не моделировать разные тонкости, то, как бы, в самом первом приближении игра пенальти заключается в следующем, что нападающий бьет в ворота, а вратарь куда-то прыгает. Если вратарь угадал, куда нападающий бьет, он ловит мяч и, соответственно, отбивает. Если не угадал, то, соответственно, мяч летит в другой угол и нападающий забивает гол. Вот это такое самое простое описание. Там, понятное дело, что на это можно накручивать разного рода тонкости. Базовая ситуация такая. Но если совсем по-простому описывать, то есть два варианта. Либо в левый угол бить, либо в правый угол. Значит, центр будем игнорировать. И, соответственно, вратарь может прыгать в левый угол и прыгать в правый угол. Значит, нападающий вратарь. Нападающий может налево и направо. И вратарь налево или направо. Ну и мы предполагаем, что если вратарь угадал, то он отбивает мяч. И, соответственно, гола не происходит. Если не угадал, то мяч закатывается в ворота. То есть, короче говоря, если они в одном направлении прыгают, то выигрывает вратарь. Давайте напишем, что у нападающего минус один, а у вратаря один. Ну, если хотите 0-0, можно написать. Это очень неважно. Это вопрос калибровки шкалы. Если оба направо, то тоже. Минус один, один. А если в разные, то, наоборот, нападающий выиграл. Значит, один минус один, один минус один. Ну и что? Как в такое играть? Может ли тут быть равновесие? Как вы думаете? Ну, конечно, да. То есть, тут в каждой ситуации кто-то проигрывает. И мог бы предотвратить этот проигрыш, если бы изменил выбор. То есть, игра как-то нигде не может уравновеситься. Это можно выразить таким образом, что, смотрите, вообще, когда я такие матрицы рисую, то строчки соответствуют стратегиям первого игрока, столбцы стратегиям второго игрока. А в каждой клетке стоит выигрыш первого игрока и выигрыш второго игрока. Ну вот, пусть, например, такая ситуация, налево-налево. Тогда хочет второй игрок изменить. Сейчас, нет, тогда вот так вот. Тогда, наоборот, первый хочет изменить, нападающий. Что вот эта единичка больше, чем вот эта минус единичка. То есть, переключиться вот сюда, вот, да, и, соответственно, тут получить больше. Но тогда уже хочет второй игрок изменить, потому что тут тоже единичка больше, чем минус единичка. Тогда вот здесь вот снова первый хочет изменить. Значит, и тогда вот здесь вот снова второй хочет изменить. Вот. Ну и так они по кругу, значит, по кругу движутся и нигде остается не могут. Вот. Значит, в любой ситуации кто-то хотел бы изменить, если бы заранее знал, что делает другой. Ну хорошо, а делать-то что? Да, равно если нет, ну что-то же должно происходить. Ну что происходит вообще обычно? Типа того, да. Но, в принципе, они, конечно, могут пытаться угадать, да, по каким-то, угадать прям по каким-то движениям. Да, вратарь там смотрит, как нападающий разбегается и пытается прыгнуть туда, куда он бьет. Наоборот, нападающий смотрит, как вратарь прыгает, ну, в смысле, как-то готовится к прыжку и пытается понять, куда же он прыгнет. Но достаточно профессиональные вратарьи нападающие умело скрывают, куда они на самом деле ударят и прыгнут. Ну и, соответственно, результат происходит достаточно случайным образом. Проводилось исследование, что реально происходит. Значит, там была третья опция, значит, соответственно, остаться в центре или ударить по центру. И были статистики там, значит, подвели статистику по какому-то большому числу матчей. И то, что подсчитали, не противоречит гипотезе, что и вратарь, и нападающие просто равновероятно из трех вариантов убирают. Да, с точки зрения мат-статистики. Вот, такое же исследование проводилось в теннисе. Да, значит, там есть первая подача, очень сильная, может быть, на вылет. И к ней как-то нужно заранее готовиться, да, с какой стороны ее принимать, слева или справа. Вот, и там тоже примерно так же. Да, то есть налево или направо примерно равновероятно. Вот. Ну и, соответственно, если не угадали, то часто происходит то, что ИС называется, да, что мяч сразу улетел. Вот. А теперь тут можно задуматься, что вообще-то, да, футболисты и теннисисты довольно редко получают высшее математическое образование. И вряд ли они хорошо понимают вот эту всю теорию. Но, тем не менее, ведут себя в соответствии с тем, что эта теория предсказывает. Почему так происходит? Но. Просто, да, это так называемая ошибка выжившего, да, что те, кто так не действует, чаще проигрывают. Да, потому что если откуда становится известно, что вот этот вратарь всегда прыгает направо, да, то тогда ему надо все время прибывать налево, да, и забивать пенальти. И наоборот, если известно, что нападающих всегда прибывает налево, то тогда нужно и прыгать налево. Да. Те, кто обыграли людей, если что, такой стратегии тоже играли, не разумеется. Это, конечно, правда. Это, конечно, правда, но можно же стратегию изменять в соответствии с тем, с кем вы играете. Да, в итоге, вот сейчас, что вы видите, это неправда и вероятно играть, если бы под человека поставили. Ну да. А как нужно играть, чтобы под вас не смогли подстроиться? И вас победить. Вот случайно. Случается, не в какой-то вопрос, что тоже равновесие играть? Случайно. Конечно, это и есть равновесие. Это называется смешанное равновесие. Смешанное равновесие и, соответственно, смешанная стратегия. Да, то есть разыграть какую-то случайную величину. Был такой древний китайский автор, которого звали Сунь Цзи. Не слышали? Он написал трактат под названием «Искусство войны». Это было там какие-то пара тысячелетий лет назад. Но там, среди прочего, он написал следующее, что чтобы побеждать в войне, не нужно все время действовать одинаково, а нужно всегда одинаковым образом принимать решения. Нео-современные интерпретаторы говорят, что это такое завуалиженное описание смешанной стратегии. Что смешанная стратегия — это когда вы подкидываете монетку. Это не то, что вы все время одно и то же делаете. А когда выпал орел, то делаете одно, а когда орешка — то другое. Но вы все время принимаете решение, подкидывая монетку. Но, возможно, эту же фразу можно и по-другому интерпретировать, что нужны одинаковые методы принятия решений. Это не обязательно связано со случайностью, а может быть с тем, что нужно изучить все данные, но не слишком много времени тратить на это самоизучение. Или принимать решение быстро, что-нибудь такое. Но одна из интерпретаций — это вот такая. Вот, значит, и тут есть теорема Нэша про то, что такое смешанное равновесие всегда существует. Так, давайте я приведу еще один пример тоже из жизни. Отсегда в любой игре? Значит, смотрите, в любой игре я с конечным числом стратегий. А в данном итоге тоже есть смешанное равновесие? Но чисто — это частный случай смешанного. То есть это, когда вся вероятность единичная на одном событии, это тоже частный случай распределения вероятностей. Вот, поэтому как бы есть чисто или нет, довольно легко проверить. Потому что, ну, тут как бы, когда вот такая биматричная игра, то тогда как бы на любую стратегию одного есть наилучший ответ другого. Да, на наилучшей стратегии другого есть наилучший ответ первого. И если они в одной клетке совпали, то это тоже, что называется, чистая равновесие, да, то есть обычная равновесие. Да, что стратегия каждая является наилучшим ответом на стратегию другого. И тогда это легко найти, если два игрока. Если много игроков, то это может быть нелегко, потому что просто слишком много вариантов. Может, смешанное название, то есть только когда игра не с полной информацией, потому что, например, в конечных играх, где можно просчитать, там же просто из-за стратегии можно поменять. Нет, ну еще раз. Значит, смотрите, тут вообще игры бывают разные. Я про это пока не говорил. Так, но вообще игры бывают прежде всего статические и динамические. Вот, и статическая игра, это вот как мы играли, да, то есть все одновременно принимают решения. Из какого-то доступного списка стратегий. И потом все эти принятые решения подставляют в какую-то функцию, и эта функция говорит, кто сколько выиграл. Вот, а есть динамические игры, где сначала ходит один, потом другой, там потом снова первый и так далее. И каждый узнает все предыдущие ходы, например. Или есть еще игры с полной информацией и с неполной. Значит, с полной информацией и с неполной информацией. Значит, прежде всего это разделение важно для динамических игр. Да, вот, с полной информацией, это что-то типа шахмат. Да, что вот есть доска, все видят, что на ней находится, все в идеале помнят все предыдущие ходы. Да, в общем, все все знают и просто думают, как сходить. Да, с точки зрения теории, шахматы — это простая игра. Значит, она сложная только с точки зрения сложности нахождения оптимальной стратегии. Да, как бы просто оптимальная стратегия легко описывается. Ну, вы, видимо, сами про это знаете. Знаете, что это то, что называется обратная индукция. Да, то есть мы просто есть очень большое дерево возможных партий. И как бы каждый раз можно выбрать наилучший ход. Да, как бы что если следующий ход приводит там к мату противнику, то это лучший ход. Да, значит, дальше до этого нужно, соответственно... Да, я думаю, тут еще что-то будет. Понятно. Ну, хорошо. Ну, я, собственно, могу любой момент закончить уже. Так, вот. Чего про шахматы? Ну, понятно, да, что каждый пытается сделать такой ход, который приведет к наилучшим последствиям. Да, и тогда как бы есть уже терминальный случай, когда случился мат, там, или пад наоборот. И, соответственно, тогда кто-то выиграл или ничья. Вот. А дальше из тех возможных ходов каждый выбирает тот, который ведет к лучшему для него решению. И так, если по дереву подниматься снизу вверх, то в итоге для начальной позиции мы поймем, какая ситуация лучшая. Ну, это понятная идея, да? Вот. Это еще называется детские игры на конечные игры с полной информацией. Вот. А неполная информация, что это типа карт. Значит, карточные игры, когда, например, каждый знает, какие карты у него, но не знает, какие у противников, не знает, какие в прикупе, там, и так далее. И эта информация постепенно выявляется. Вот. И там как раз все гораздо сложнее, потому что там начинаются разные вещи типа блефа, да, то есть делать такой ход, который заставит противника подумать, что у вас такие карты, а на самом деле у вас другие карты, вы этим воспользуетесь, потому что противник должен сделать какой-нибудь другой ход, но он тоже понимает, что вы можете блефовать. И, соответственно, вот такого рода соображения там фигурирует, и гораздо сложнее все происходит. То есть, если современные разные алгоритмы машинного обучения, значит, ну, если шахматы еще в прошлом веке пробили, да, читали про матч Гарри Каспаров против Deep Blue, да, это уже больше 20 лет назад было. Вот, значит, шахматы пробили в прошлом веке, дальше говорили, что вот Го уж такое неприступное, да, соответственно, шахматы пробили более-менее перебором таким, оптимизированным. Вот, что вот, мол, в игре Го гораздо больше разных вариантов, поэтому с ним ничего не сделать. Вот. Вот, но когда скормили мощному машинному обучению, да, то оказалось, что и в Го тоже как будто лучше играет. Вот, значит, и, соответственно, следующими бастионами стали как раз разные игры с неполной информацией, типа покера. Вот, там тоже есть определенные успехи у искусственного интеллекта, но еще не полные. Вот. А статические игры, в принципе, тоже бывают с неполной информацией. Вот те, в которые мы играли, это были игры с полной информацией. А вот, например, если бы я заранее каждому из вас, например, во второй игре, или даже в первой, если бы я заранее каждому из вас выдал листочек со списком, из которого вы можете выбирать. Да, эти списки у каждого были бы разные, и вы бы только свой бы видели. А в остальном правила те же самые. Да, что у вас, например, список из 10 чисел, из которых вы можете только одно выбрать, но вы не знаете, какие списки у других. Например, если бы вы знали во второй игре, что там число 7 у вас есть, а вообще ни у кого другого нету, то тогда, конечно, надо было бы 7 выбирать. Но если наоборот, 7 чаще всего встречается у остальных, тогда, наверное, лучше не его выбирать, да. Какой-нибудь, который реже встречается, да, а вот никто не назовет. Вот это вот была бы статическая игра, но с неполной информацией. Вообще, это связано либо с тем, что вы не знаете множество доступных ходов точно, либо вы не знаете точно функцию выигрыша. Что, соответственно, возможно, там вы хотите наименьшее, а ваш противник наибольший, не назван больше никем. А может тоже наименьшее. И вы не знаете, какие правила для него. Вот. Соответственно, как бы вот эти вот 4 варианта, да, статически-динамические, с полной информацией, с неполной информацией, займут у нас существенную часть курса, значит, мы их будем изучать. Вот. Так. Ну что, нас, видимо, надо освобождать, да, аудитория? Давайте я сформулирую игру, а вы подумайте, как в нее играть. Играть мы в нее не будем, потому что она на двоих, но мы обсудим, как правильно в нее играть. Значит, история такая. Откуда мы вообще про эту игру узнали? Значит, вот мой друг и учитель, Алексей Саватеев, который, если повезет, тоже, может быть, одну-две лекции прочтет на этом спецкурсе, значит, а может быть и не прочтет. Примерно в 2000 году ехал на поезде. И так оказалось, что в этом же поезде рядом с ним ехал человек, освободившись из тюрьмы. И у них завязался разговор. Ну, как бы он расспрашивает, что, мол, Алексей, типа, а чем ты вообще занимаешься по жизни? Алексей говорит, ну вот, мол, я теории игр изучаю. Он говорит, о, давай сыграем в игру. Значит, игра такая. Есть два игрока, как бы, дайте я их лучше обозначу, нечетный и четный. Значит, нечетный и четный. Вот. Значит, нечетный на счет раз-два-три выкидывает один или два пальца. И четный тоже выкидывает один или два пальца. Если сумма четная, то выиграл четный. И выиграл столько пальцев, сколько суммарно. Да, то есть здесь получается минус два-два, а здесь минус четыре-четыре. А если выиграл нечетный, то, соответственно, нечетный выиграл у четного стольше, сколько суммарно пальцев. То есть тут будет три-минус три. Значит, и тут три-минус три. Вот. Ну, в общем, Алексей услышал правила и сказал, ну, хорошо, давай сыграем, только мне надо немножко подумать. Вот. Значит, он отошел на пару минут, вернулся и говорит, ну, хорошо, да, я сыграю, только я буду и дальше сказал либо четным, либо нечетным. Ну, после этого этот человек сказал, да, ну, я вижу, что ты понимаешь, как игра устроена, не буду с тобой играть. Вот. Ну, в общем, подумайте, кем тут лучше быть, а в следующий раз тогда изучим, что здесь происходит. Так. Ну все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТО张 Продолжение следует...